Добрый день, уважаемые пользователи программных продуктов 1С. Меня зовут Митницкая Наталья. Я являюсь специалистом компании Кадрлайн. И сегодня мы с вами разберем такую тему, как распечатать из 1С бухгалтерский баланс. Формирование бухгалтерского баланса доступно в программах, в которых функционалом предусмотрено ведение регламентированного учета. Например, в типовых конфигурациях бухгалтерии, управлении фолдингом, ERP, управлении предприятием. Баланс формируется в рабочем месте, 1С отчетность. В бухгалтерии находится в разделе отчеты, 1С отчетность, регламентированные отчеты. Путь к отчетам у каждой конфигурации может чуть-чуть отличаться. Рабочее место 1С отчетность предназначено для выполнения операций, связанных с отчетностью и взаимодействием с контролирующими органами. Для ввода нового отчета используется команда «Создать». В открывшемся окне на закладке «Всё» предполагаются все доступные отчеты. Часто использующиеся виды отчетов можно перевести на вкладку «Избранное», что в последующем упростит поиск. Для переноса вида отчета в число избранных надо дважды кликнуть на звездочку в строке. Давайте перейдем. Допустим, налоговая отчетность, авансы по налогу на имущество. Соответственно, два раза кликаем. Создать отчеты. Налоговая отчетность. Два раза на звездочку. И, соответственно, она у нас теперь на вкладке «Избранное». Рассматриваемая нами форма расположена в категории «Бухгалтерская отчетность», так как бухгалтерский баланс является одной из обязательных составляющих бухгалтерской отчетности и формируется в комплексе с другими формами бухгалтерской отчетности. При выборе отчета, как мы видим, открылось стартовое окно, где требуется указать организацию, период формирования отчета, баланса, а затем, соответственно, нажать кнопку «Создать». Создаваемый отчет включает бухгалтерский баланс и другие прилагающие к нему формы. Все они располагаются в левой панели окна на отдельных вкладках. Видно отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, движении денежных средств и так далее. В самом отчете можно настраивать расшифровки показателей и добавлять строки. Здесь, да, мы видим, добавить строку. Соответственно, у нас с вами добавляется строка. Для получения данных в таблицах предназначена команда «Заполнить». При ее нажатии предлагается выбрать... Отчеты нажмем. Предлагается выбрать, что именно заполнять. Текущий отчет, тот, который выбран и отображен на экране, или все отчеты, представленные в бухгалтерской отчетности. Соответственно, мы с вами нажали «Все», и у нас сейчас должно сформироваться все. Требуется немножко подождать. Для сохранения полученного отчета в программе его необходимо записать. Повторно открыть записанный отчет можно уже из рабочего места отчетности. Давайте с вами запишем. Записать. Мы с вами записали. Закрываем данный отчет. Соответственно, в разделе «1С. Отчетность» мы видим наш с вами отчет. Для того, чтобы вывести заполненные формы на бумажный носитель, «Распечатать», необходимо нажать кнопку «Печать», то есть зайти, выбрав одну из предложенных форм, и нажать «Показать бланк». Сейчас мы с вами это сделаем. В выборе печатных форм нам предлагается распечатать формы в виде машиночитаемого бланка с двухмерным шкат-трехкодом, распечатать формы в редакции приказа Минфина России от 19 апреля 2019 года, номер 61Н, распечатать формы с титульным листом бланка по КНД, ну, определенная форма. Соответственно, мы можем выбрать одну и нажать «Показать бланк». Да, у меня не установлен, к сожалению, двухмерный штрих-код. Необходимо подождать, и, соответственно, у нас бланк сейчас выведется в печатной форме. Соответственно, мы можем здесь выбрать необходимые, отметив галочками, что нам необходимо с вами распечатать, количество копий также можно указать, выбрав формат печати и нажать кнопку «Печать». Здесь же можно сохранить полученные формы в формате Excel, PDF и XML, кому как удобнее. Вот так вот просто можно сформировать бухгалтерскую отчетность при корректном введении учета распечатать, либо сохранить. На этом у меня все. Если возникнут вопросы, оставляйте под этим видео. А я вам желаю хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok